Добрый день уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзоры от Паблита. Сегодня у нас очередной интересный гость. Это фонари от набирающего обороты бренда Nightwalker Light из черной серии под фирменным названием Vostra. Давайте приглядимся к ним и познакомимся поближе. Фонари приехали в таких очень качественных коробках из матового картона с логотипом производителя. Внутри каждой коробки находится фонарь в чехле, который можно крепить на пояс. Также в каждой коробке лежит по мешочку, в котором можно транспортировать фонари. Он такой резиново-бархатистый на ощупь. Вот такое вот любопытное сравнение. Инструкция. Гарантийный талон. И запасные прокладки. Уберем ненужные и познакомимся поближе с фонарями. Первое, что бросается в глаза, это очень надежный, запредельно крепкий фонарь. Он достаточно большой, массивный. В нем нету легкости. Как в некоторых фонарях, которые только кажутся большими. Мощный радиатор для отвода тепла, когда фонарь работает на больших режимах. И самый глубокий рефлектор параболический, который я видел. При диаметре порядка 7 сантиметров. Он имеет порядка 9 сантиметров глубину. Я вам покажу его чуть позже. Модели выглядят абсолютно одинаково. Единственная у них разница, это использованный диод. В одном из фонарей находится хорошо зарекомендовавшийся в себя XML-2 в холодном бине. А во втором модный MTG-2 у нейтрального бина. Стекло просветлено. Имеет ярко выраженный фиолетовый оттенок. Прижато к фонарю голубой чатки оттека безелем на резьбе. На безеле есть специальные технологические выемки, для того, чтобы его можно было раскрутить. Собственно стекло. Сейчас попытаемся его увеличить. Он достаточно толстый, как и говорил вам, просветленный с двух сторон. За герметизацию отвечает такая вот интересная прокладка. Вы видите, которая одета на стекло с двух сторон. Из силикона белого цвета. Она прижимается герметично как к безелю, так и к рефлектору. Вот собственно сам рефлектор. Он достаточно глубокий, как вы видите, алюминиевый. Вот его глубина порядка девяти сантиметров. Сложим его обратно. Все. Нашу конструкцию. Я пользуюсь, чтобы удалять пыль и придавливать стекло линз-пеном. Все спокойно, без усилий, закручивается и раскручивается. Открутим двойную часть фоноля. Такие любопытные звуки образуются при откручивании взаимодействия резьбы с резиновой прокладкой. Вот собственно светодиод XMLEU2. Тефлоновая прокладка белого цвета закрывает от нас драйвер. Открутив головную часть фонаря, кстати, фонарь можно использовать в качестве свечи. Он хорошо стоит на торце. За герметизацию отвечает силиконовая белая круглая прокладка. Резьба. Прямоугольная. Откручиваем дальше. В общем-то мы видим корпус батарейного отсека. Достаточно прочная конструкция с цепкой накаткой, которая сравнима такая, как у М-серии Шурфаера, как по мне. Покрытие, вы обратите внимание, матовое черное, не дающее бликов. В задней части батарейного отсека есть два отверстия под темляк. Чтобы кассета внутри не болталась, она прижимается изнутри пружиной, а у головной части фонаря контакт также подпружинен. Собственно, кассета на 4 батареи формата 18650 или на 8 батарей формата 123. Аккумуляторы входят плотно. Намека на люфт никакого нет. Конструкция такова, что кассета можно вставлять любой стороной. На ее обоих торцах есть как плюсовой, так и минусовый контакт. Кассета входит плотно, эффекта погремушки нет. Сейчас закрутим. Никаких абсолютно намеков нет. Погремушка. За переключение режимов отвечает магнитное кольцо, которое имеет тугой ход. И фиксируется надежно в промежуточных режимах. Чехле фонарь сидит плотно. Выпасть у него абсолютно нет никаких шансов. Если только, конечно, пользователь не перевернет его головной частью вниз. Чехол изготовлен из нейлона. Внутри имеет мягкую вставку, которая сохранит фонарь от ударов. Сзади имеется петля для ремня. На примере 5-сантиметрового ремешка. Вы видите, что она имеет запас. И 6-сантиметровый ремень также может быть использован. Вот такой вот фонарь. Еще раз хочу вам показать разницу единственную в диодах. В серии на xml будет дальнобойно, а на новом большом светодиоде будет стена заливного света. Покажу вам его в линии. Вот вы можете сравнить. Он также. Видите, этот фонарь абсолютно конструктивно такой же самый. Разница лишь в диоде. Как светят фонари. И детально о их конструкции я остановлюсь в своем фотообзоре. Смотрите, читайте. Надеюсь, вам было интересно. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго.